всем привет последнее время просто шквал и заказов просто обращение многие люди так скажем так смятений кто-то напуган многие конечно не ожидали такой ситуации которая разворачивается на украине и всем хочется узнать что же будет дальше и я хочу вас сразу предупредить что вот именно сейчас начиная с 28 февраля по 8 по 8 марта будет максимальное обострение этого конфликта и на это очень много астрологических указаний здесь будет скажем так астрологическая часть а будет такая такая классическая интеллектуально военная назовем ее так что происходит с точки зрения астрологии но если мы возьмем эту конфликту на самом деле довольно давно идет но вот начало вот острый фазы 24 февраля то с точки зрения астрологии в общем-то довольно удачное время для такой крупной военной операции потому что нет никаких стационарности нет крупных ретроградности это говорит о том что вся энергия очень хорошо идет вперед то есть без каких-то препонов это очень хорошо для наступательных операций окей марс с точки зрения западной астрологии в экзальтации в козероге это максимальная мужественность ответственность целеустремленность стратегическое мышление на это указывает и накшатр который все это как бы происходит там же кстати говоря в венера в козероге соединение с этим марсом я отдельном видео говорил что это всегда вызов для украины не буду сейчас на это заморачиваться дальше у на в скорпионе конечно же у так называемой ядовитое у на вот это тот случай когда у на хороша для начала боевых действий смотреть ведическую систему нам на шатре сфатис символ который меч юпитера на шатре садапхиша символ один символ который меч марс на шатре утара шатка там не символ меч на всего бивень и бивень этот связан с ганеша и ганеша отломал так как он в образе там головы слона он отломал себе один из бивни чтобы заколоть демона понимаете то есть это на самом деле тоже отсылка типа к мечу но более радикальная готовность самопожертвование ради победы то есть все такое максимально военизированная такого мощный удар на все бы хорошо но есть одно большое но эта энергия также действует и на противника в этом случае например на украину украина тоже очень боевая в этой ситуации она показывает что готова сопротивляться там уровень воинственности гораздо выше чем многие предполагались это видно по нашим экспертам что здесь они ошиблись то есть и наши готовы его и те готовы воевать во всем то есть если вы операции началась бы например при марсе весах то желающих повоевать было бы меньше с обоих сторон и в случае с украином было бы хорошо если бы например было меньше для россии но так не получилось вот здесь вот эту тонкость надо понять дальше почему именно сейчас будет максимальное обострение дело в том что марс идет на соедине с плутом одно это сочетание в астрологии уже очень пугающе а в случае военного конфликта просто в квадратуре это максимальное напряжение максимальное преодоление это вот прям страсти будут накалены максимально более того обе планеты стоят в сильно для себя знак то есть снова таки еще больше туда энергии более того марс подходит двадцать девятому градусу козерога и в западной системе считается что это место его максимальной экзальтации то есть максимальной силы то есть бог войны будет включен просто на тот максимум который возможно это тоже не все у нас юпитер переходит в пурва абхадра накшатру я рассказывал что-то накшата очень честно связано с военными именно уже он туда нам как бы зашел и это что значит что это еще добавит воинственности более того там будет соединение солнца и юпитер с одной стороны с точки зрения классической западной астрологии это в общем-то неплохо эта тема дипломатии переговоров выхода новых лидеров замечательно но есть но во первых меркурий будет делать тригон к лилит а это значит что те переговоры которые стоятся скорее всего они или закончится неудачно или данные обещания не будут исполнены это очень важная штука поэтому не очень хорошо на самом деле сейчас переговариваться гораздо лучше начать переговорный процесс после 8 марта чем скажем так в период 28 февраля по 8 марта дальше соединений точно юпитер и солнце будет на звезде хина и еще я до событий на украине снимал видео где рассказал о том насколько это непростая во многом опасная звезда потому что она фигурирует везде в случаях где был были проблемы с радиацией это что сейчас эти говоря переговоры будут недалеко от станции чернобыльской это очень символично это что сейчас начались бои рядом с запорожской атомной станции тоже туда же вот то есть если грубо говоря атомная война дан там ядерная начнется то он начнется время 6 марта но я бы не делал эту ставку я думаю что ничего такого не будет потому что это особо и не нужно дело в том что с теми санкциями которые против нас вели концу года мы сами друг друга поубиваем и бомбы нам не нужны для этого мы сами справимся так сказать вот я бы ожидал возможных авариях на этих станциях например вот в ходе на вред тех же боевых действий или например встречи военных подводных лодок до столкновения подобной ситуации с курском например свое время или посмотрел аварию на к-19 и там положение звезд и планет очень похоже на то что сейчас происходит поэтому здесь конечно очень большая опасность в районе что марта вообще сказал бы там будет эпогей потому что херна эта звезда которая наказывает отступников вот это очень такая жертвенное место и можно вот именно в этот момент ожидать вот самого месила и с военной точки зрения мы к нему приближаемся здесь надо понять следующую вещь что операции в россии началось крайне замечательно все было супер но выяснилась одна большая проблема недооцененность отношения местного населения то есть скорее всего наше военно-политическое руководство думал что будет ситуация похожая с крымом присоединением крыма когда мы все высаживала там караваи цветы мы вас ждали там опа опа а выяснилось что начали через территорию украины вообще все не так более того что украинская армия не такая уж и слабая и даю сейчас решили авиации до много потерь по технике но она организованно обороняется виден план и да там перешло грубо говоря там тысячи человек за 8 но для огромной украинской армии это хрень это капля в море игры то что сохраняется огромный боевой ресурс и это конечно не очень хорошие новости для россии потому что это все может привести к затягиванию но на данный момент пытаются взять большое окружение самую крупную украинскую группировку а если это произойдет это будет называемый котел и по правам военного искусства котел надо будет ликвидировать а вам перейду на русский язык что это значит это значит что если он образуется и в ближайшие дни начнется его ликвидация это не тысячи это десятки тысяч убитых украинских солдат соответственно гробы домой и так далее то есть это очень все жестко то есть мы сейчас самую мясорубку ступаем начинается зачистка городов это тоже очень скажем так кровавое мероприятие и плюс у нас незакрытые ты вы и там тут засады на колонны в общем все очень непросто на самом деле но она все равно развивается то есть той военной точки зрения воюем и хорошо но был определенный недооценка противника я бы даже сказал очень серьезная недооценка и скорее всего будут введены дополнительные части я думаю белорусы примут активное участие будут закрывать ты вы и части кадырова потяну для штурмов городов может он сам вызывается чтобы вы понимали своими точки зрения штурм городов особенно без использования тяжелых вооружений это очень кровавое дело то есть там нельзя обойтись без потерь и вот кадыровцы вызвались погибать и тут надо отмечать чеченская твое с обоих сторон потому что еще в самом начале конфликта при прибыли чеченские боевики против российских сил и теперь вот кадыровцы там будут очищать так сказать ото всех вот плюс национальные батальоны они проявляют радио кому скажем так радиокальность они настроены и биться видимо до последнего из бушники тоже в общем короче все очень жестко предельно на самом деле жесткий снова таки у с военных астрологической точки зрения видно что мы приближаемся к кульминации кульминация будет вот 28 февраля где-то по 8 марта и надо быть готовым плохим новостям то есть это вот время максимально напряжения в том числе мирового то есть могут сгущаться тучи на мировом фоне это не только санкции это возможные какие-то провокации то стягивание сил нато границам россии тому подобные вещи то есть максимальное напряжение ближайшее время и здесь просто надо быть морально готовым ну а если вы находитесь на украине или ваши близкие находится в войсках там российских украинских не суть важно то крепитесь это может быть время крайне тяжелых новостей что может сделать простой обыватель если мы говорим не об общем а частном это конкретно выше это значит для простого бывателя что это время когда надо превозмочь в чем-то это время когда надо обязательно обязательно подчеркну это потому что марс будет ну максимально силен с точки зрения астрологии просто вот не то что на 100 вот он прям на сто десять процентов включится это значит надо физически себя нагрузить надо и это хорошее время для рекордов и каких-то достижений для авральные работы или например у вас был какой-то ну какая-то задача не знаю разгребсти погреб там много всего и там 20 лет этим никто не занимался и все боялись подойти к этому вопросу самое время вот время когда можно сделать что-то такое вот прям невозможное превозмочь и вас получится вот здесь надо строго обозначить это и делать и я вообще всем советую в это время вот очень хорошо что-то разрушать там делать перепланировку в квартире что-то разнести в саду вот работать при как в каком-то там демонтаже или еще что-то потому что очень сильная разрушительной энергии чем людей будет больше пропускать и возможно меньше на фронтах будет потерь тем проще будет политикам договориться и военным и так далее этому конечно это время очень сложно очень опасно и кстати говоря на бытовом уровне не обязательно быть на войне следите заказом проверяйте машину перед выездом там грубо говоря не отвалился или у вас болтик на колесе и так далее потому что время очень такое шестковатенько вот вот так вот ну вот в конце хочу поставить видео фильма ван пост мне кажется это время очень пророческий фильм он очень хорошо передает настроение нынешнего периода к сожалению вы почему-то везде в свое время удалили но я думаю вы проникнетесь ощущением которое там есть ну и всем здоровья и мирного неба над головой почему я здесь да потому что обязан исполнить свой долг сейчас от человечества осталось сколько половины процента это значит что на одного выжившего умерла тысяча если раньше меня не покидала тревога и теперь накрывает какое-то чувство обреченности вы про солдат про нас всех как вы уже знаете 24 дня назад что-то произошло была потеряна вся связь с большей частью мира все за пределами так называемого круга жизни погрузилась темноту все кто остался в карантине нападут на нас сто шестьдесят миллионов человек не совсем уже понятия не имею к чему нам готовить возможно теперь самый близкий человек который у тебя есть война началась в в в в в